Друзья, здравствуйте! Вы вновь на программе «Молитва, передвигающая горы». Как всегда, тут вас ждет знакомство с новым гостем, вы услышите его личный молитвенный опыт, и мы постараемся сделать небольшой духовный вывод для себя. Уверен, что эта программа будет благословением для вас и ваших друзей. Поэтому не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, если вы этого еще не сделали, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые передачи. Ну а вначале я приглашаю вас обратиться к нашему Небесному Отцу молитве. Господи Бог наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны за то, что сегодня вновь можем прикоснуться к теме Твоего участия в нашей жизни. Спасибо, Господи, за то, что проявляешь руку свою, за то, что заботишься, поддерживаешь, охраняешь, направляешь. Спасибо за то, что Ты есть в нашей жизни. Мы просим, будь с нами на этой программе. Пускай она будет благословенен для многих людей, чтобы еще многие могли убедиться в том, что Ты и сегодня проявляешь свою силу в нашей жизни. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочу напомнить. Пишите, пожалуйста, ваши молитвенные просьбы в чате программы, а также присылайте их смс-сообщением на номер 916-827-8540. Еще вы можете писать ваши молитвенные просьбы в строке комментариев. Мы обязательно будем молиться за них на наших молитвенных группах, а также покажем их перед началом и в конце следующей программы. Плюс ко всему, нам было бы очень приятно видеть вас в нашей студии и услышать о том, как Бог ответил на вашу личную молитву. Для подачи заявки на участие в программе звоните или пишите на номер 916-254-8182. Ну а сейчас я хочу представить вам гостя нашей программы, а в гостях у нас Денис Тарновецкий. Денис, рады тебя видеть. Добрый вечер, Роман. Несколько слов о себе. Откуда ты родом? Как давно приехал сюда? Я родом с Украины, город Черновцы. Приехал сюда с женой и ребенком. Сейчас уже два ребенка, второй здесь родился. Приехали 8 лет назад. Сначала приехали в Мизури, пожили 2 года там, а потом решили, что нужно переехать в какой-то другой штат. И уже 6 лет, как мы в Калифорнии. Ну мы рады, что вы у нас. Вы являетесь большим благословением для нашей церкви. И особенно рад, что сегодня ты являешься участником нашей программы. Скажи мне, пожалуйста, твоя молитвенная жизнь, как она началась? Ты родился в верующей семье или это был какой-то другой путь, как ты пришел к Богу и началась вот твоя молитвенная жизнь? Мне чуть сложно ответить на этот вопрос, так как я родился в христианской семье. И нету этой границы, когда ты начинаешь понимать, где ты начинаешь молиться, где ты начинаешь общаться с Богом. Потому что я впитал это все с молоком матери. То есть я родился в христианской семье, я родился в адвентизме. И у меня не было возможности понять, что вот я уже осознанно начинаю молиться к Богу. Потому что я буквально начал молиться с двух-трех лет, когда я начал уже говорить. Поэтому как только начал говорить, так только я начал сразу и молиться. Меня приучили к этому. И мой молитвенный путь, наверное, все-таки стал с раннего возраста. Но слушай, всегда есть опасность, что когда человек вот как бы рождается уже в верующей семье, то его личные отношения с Богом, они могут так никогда и не начаться. Ну знаешь, что я имею в виду? Привычка, традиция, ну тут мои папы, мамы, дедушки, бабушки, и я сюда хожу. Потому что а как по-другому? Как в твоем случае? Ты помнишь тот момент, когда начался вот твой личный духовный путь? Иногда я прихожу к мысли, что как хорошо, что я родился в адвентизме. Потому что не факт, что я мог бы что-то для себя открыть новое из другой религии. Или я смог бы, будучи не в адвентизме, перейти в другую религию. В адвентизм. Да, в адвентизм. И для меня это большое благословение. Конечно, из детства были травли, что я адвентист и в школе, и потом дальше. Но никогда не было такого, чтобы что-то менять, куда-то идти. Потому что как-то родители прививали любовь и к Богу, и к церкви. И тем более, как я уже сказал, когда ты в поколении, то, наверное, в какой-то мере тяжело уже с этого пути уйти. Хотя мои родные не все, к сожалению, остались всякие. Да, к сожалению. То есть дьявол атакует как и тех, так и других. Просто кто-то удержался, кто-то нет. То есть в твоей жизни, твой личный путь духовный, все же был такой момент, когда ты для себя осознал, что я хожу в церковь не потому, что мы и папа, и мама сюда ходят, а потому, что я понимаю, почему я тут, почему я иду вообще на богослужение, чего я хочу от этих отношений с Богом. Ну, это, наверное, когда ты принимаешь крещение. Потому что, мне кажется, вот человек для себя понимает точно, хочет ли дальше продолжать идти с Богом, либо что-то искать другого в мире. И когда я уже проходил доктрины перед крещением, я понял, что это действительно тот путь, которым я уже и шел в нем, и буду продолжать идти. Сколько тебе было лет, когда ты крещение принимал? 17. Где-то 17 лет. Ну, а свою первую молитву осознанную помнишь? Вот когда это была твоя молитва, да? Не потому что мама сказала, а кто сейчас помолится за обед? Ну, давай Денис помолится. И Денис там «Отче наш, сущий на небесах». Прямо, чтобы моя была, не скажу, но «Отче наш» я выучил позже. Но первая молитва, которую я уже прочитал и ею молился, когда-то были такие зеленые сборники, назывались «Поющие сердечко». И я прочитал там молитву очень короткую, которая была такими словами «Кто птиц небес питает, благослови наш хлеб». Аминь. И она и короткая, но зато она была такая, что она и к столу подойдет, скажем так. И в основном мы молились к столу, скажем так. Вечером была молитва, которую родители совершали, а мы дети в основном перед дедой. То есть ты молился вот этой молитвой, это был твой выбор именно вот этой молитвой? Я этой молитвой молился очень долго, лет 10, наверное. Интересно. Хорошо, ну а с каким опытом ты пришел к нам сегодня на программу? Я бы хотел рассказать два опыта. Один не мой, но я в нем присутствовал. А второй уже лично мой здесь, в США. А первый опыт, недавно вышел фильм «Слово пацана». Это про лихие 90-е. И вот как раз недавно я пересмотрел его и вспомнил вот те лихие 90-е, о которых там в фильме идется. Это когда мои родители начали ездить за границу, это где-то 94-й, 5-й год. И тогда за границей бушевал рэкет, так можно сказать. Это были наши, мне кажется, насколько я понимаю сейчас, это были наши люди, может, украинцы, русские. Да-да, особенно ближние зарубежья, Польша, тут Чехия. Вот это как раз, да, которые орудовали, скажем, недалеко от границы с Украиной, скажем так. И у нас была поездка, родители нас взяли, нас было четверо, мои братья и две сестры. Мы поехали в Чехию. Папа поехал как бы по работе, а мы как на отдых, потому что он нас оставлял там в таком отеле, и мы вместе там были с отцом, и там папа работал один день, приходил на вечер, и мы где-то вместе там гуляли, выходили. И где-то поездки, где-то в районе двух недель они у папы себя забирали. И на этот раз мы тоже поехали на две недели. И когда мы уже выезжали с Чехии домой, папа был гружен товаром, у нас еще был с собой прицеп, и мы на Жигуле какой-то там пятой или шестой модели, точно уже не помню, возвращались домой. И там по фриваю мы переехали с Чехии в Польшу, и там с границей может за километров 200, к нам, нас догоняет Жигули двойка. Включенный свет в машине, сидит 4 или 5 человек, и один из них с пассажирского места открывает окно и машет папе, чтобы он остановился. Чтобы он остановился. Да. Папа уже начинает так забавлять темп, скорость, мама говорит, что ты делаешь? Он говорит, ну, возможно, им какая-то там помощь нужна. Мама, какая помощь? Ты не видишь нас? Сразу с христианским таким подходом. Да, 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 папа хотел как бы помочь, хороший человек. И мама на таком стреме, давай добавь чуть газку, а мы груженые, с прицепом, ну, некуда давать газ. И папа чуть так взял чуть правее, но все равно по фриваю едем, и скорость не может набрать, там максимум 80 км в час едет. И они видят, что мы не останавливаемся. Этот мужик, что спереду, достает молоток и замахивается, чтобы ударить по папиному боковому стеклу. Папа чуть дернул руля, и он промахивается и бьет по стойке между уже передними и задними дверцами. И получается уже так по дверце и по стойке туда. А здесь сзади моя сестра младшая, она спит вот так вот прям к окну, вот так вот на... Она спала? Да. Получается, сестры спали, я с братом не спал, потому что это была ночь, и мы вот этого шума проснули, потому что... А сколько тебе тогда было лет? Где-то около шести. То есть ты уже понимал, что что-то происходит, но полного представления о том, что сейчас будет? Честно сказать, у меня эта картина сейчас вот передо мной, я как это вспоминаю, это такое за впечатление на всю жизнь. И вот сестра спит головой сюда, к окну, он промазывается, потом еще раз замахивается человек, и когда этот мужчина замахивается еще раз, мама вот так вот протягивает руку и говорит, господи, сделай так, чтобы эта машина уже остановилась. И вот когда она сказала уже, вот так машина вот раз, и вот так и останавливается, и вот мы всю дорогу кокетим прямо, вот фары нам сзади светят, и вот так фривейд идет ровно, и вот там сколько, пару километров, вот так они стояли на месте, никуда не сдвинулись. Вау. И я вот тогда впервые соприкоснулся с тем, насколько сильно молитва, и это короткая молитва вслух, и насколько она сделала чудо, я до этого такого не видел. И после этого у меня были опыты, но до этого я как бы, я такого никогда не чувствовал. Так, конечно, невероятно. Это... Слушай, вы с мамой потом обсуждали, ну вообще в семье, потом обсуждали эту ситуацию, молитву, ответ на молитву, как-то что-то отец говорил об этой ситуации, ну то есть был разговор потом в семье на эту тему? Ну вот лично вот после этого я уже не могу тебе сказать, что там было или нет, потому что мы благополучно доехали домой, до Украины, и все было хорошо, но прям обсудить какие-то... Но я даже имею в виду не то, что вот там сразу, да, по дороге в машине. Я понимаю, там был шок, переживание, это такой эффект был, но может потом, чуть позже, то есть как анализ, вы понимаете, что произошло, да? Это что-то невероятное. Ну мама как бы напоминала нам, что видите, Бог, как бы вот эту ситуацию мы еще прокручивали, обговаривали, что смотрите, как Бог может сработать в нужной ситуации, когда вот он просто по слову может сделать чудо. Слава Богу. Да, слава Богу за этот опыт, потому что... Хорошо, а второй опыт? Как все эмигранты, мы приезжаем в Америку, кто-то с пустыми карманами, кто-то чуть-чуть имеет денег, мы приехали в долгах, к сожалению, денег было в долг и нужно было как-то существовать. И по первым порам я где-то находил какую-то работу, но из-за того, что новые, без документов, нет языка. У вас еще путь был непростым сюда, в Америку. Но это было в Мизури еще, да? Да. Окей. ну, людей ты не знаешь, церковь маленькая, и оно все настолько сложно было, что тяжело было выживать, скажем так. И когда те средства, на которые мы жили, закончились, уже мы приехали с каким-то кэшем, на заправке, если там или в магазине расплачивался, копейки все собирал в копилку. И в какой-то момент уже дошло до того, что уже я с копейки ехал заправлять машину. И один раз в субботу я там уже после хора сел в машину, там отсчитываю там по 25 центов, сейчас заправят на какие-то там может 5 долларов. И подходит ко мне один трек-драйвер, он уже лет 20 тогда был в Америке, и там что-то спрашивал, говорит, вот мы хотели бы там, чтобы мы спели вместе. И потом смотрит, говорит, что делаешь? Я говорю, да, сейчас хочу заправиться. И что, у тебя нет денег на заправку? Я говорю, ну, что-то сложно. Он вот так открывает кошелек, достает оттуда, так показывает там 20 долларов, смотрю 100, и он так сотню сразу затаскивает, говорит, на, заправь нормальную машину. И я себе думаю, ну окей, это спасибо, я благодарен за это, но это как бы на один раз. Это знаешь, как в поговорке, не дай рыбаку рыбу, дай ему удочку. И это то же самое, что я благодарен, это было очень для меня много. Но эти деньги как бы быстро закончились, и мне нужно дальше как-то существовать. И уже настолько мы как-то выдохлись, что я говорю жене, я уже устал как-то там обзванять всех, кого могу просить. В поисках работы. В поисках работы, да. И я говорю, давай уже молиться, просить Бога, чтобы как-то он уже вмешался. Мы стоим на колени, молимся, просим Господа, чтобы дал не только работу, а и деньги. Ну подожди, ну вы же и так каждый день молились. Это да. И вы же молились, чтобы Бог благословлял вас, чтобы он помогал там во всех делах, но это было что-то особенное. Это уже такая, знаешь, усиленная уже молитва, не просто как благодарность, это уже просьба, вот надо. Крик души. Да, это уже все, надо, Господи, вот сейчас, мне не надо потом, мне не надо послезавтра, мне уже надо, вот я уже хочу ответа. И ты не поверишь, насколько Бог быстро среагировал на эту ситуацию. На следующий день мне человек звонит и говорит, слушай, я ищу себе помощника на стройку, я сам работаю в констракшн-компании, и я долго себе ищу человека, если ты имеешь желание, ты свободен, хотел бы с мной поработать, я был бы рад. И я, да, конечно, хотя у меня опыта никакого почти не было, там буквально пару месяцев, но я готов был грызть бетон, чтобы что-то делать, что-то добывать. И он не просто мне позвонил и предложил мне работу, он мне сразу говорит, я тебе на старт заплачу 15 долларов, допустим, в час, хотя там минимум был в два раза меньше. То есть, грубо говоря, он мне предлагает работу и предлагает на старт зарплату в два раза большего, чем я до этого получал. И для меня это настолько был шок, откровение, как Бог работает, что я до сих пор вспоминаю это, я не могу поверить, как это произошло, что человек сам меня нашел, сам мне позвонил и предложил. Ну, это Божья рука, это чудо, что так случилось. И главное, что это было после этой вот особенной молитвы, когда вы обратились к Богу. Да, и мне просто вот сейчас, когда я вижу, новые люди приезжают, я понимаю, как им сложно, и мой опыт, я хотел бы, чтобы был обращен на то, что, невзирая на что, старайтесь молиться, доверять Богу, потому что все-таки на коленях и с усиленной молитвой Господь решает многие вопросы. Он ответит по-любому. И если не этим образом, каким-то другим способом Бог по-любому отвечает. И оно вдохновляет меня по сегодняшний день. Иногда бывает сейчас, тоже на перебое бывает, но вспоминая те часы, я понимаю, что раз Бог вел тогда, то Он обязательно решит и сегодняшний вопрос. Конечно. Спасибо большое. Это действительно очень вдохновляющие опыты о Божьей защите, о Божьей поддержке, Его благословении в быту. Спасибо большое за то, что ты поделился этим опытом. В 17-м псалме и 3-м стихе написано Господь скала моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой, защита моя, в Нем прибежище мое, Он щит мой, сила спасения моего и твердыня моя. Это невероятно важно в сложные минуты жизни знать, что проходишь через все эти обстоятельства, ты не один. Какое преимущество осознавать, что тот, перед лицом которого ветры утихают, бушующее море становится идеальной гладью, а смерть отступает, находится на твоей стороне, если ты выбрал его своим Богом. Иисус однажды сказал, «Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть, или о своем теле, во что вам одеться? Ведь жизнь важнее пищи, и тело важнее одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют и не ждут, у них нет ни хранилищ, ни амбаров, однако Бог питает их. Насколько же вы ценнее этих птиц? Подумайте о том, как растут лилии, они не трудятся и не придут, но говорю вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас? Этими примерами Господь хочет нам сообщить, что Бог проявляет себя в нашей жизни не только в критические моменты, но заботится о нас даже в самых простых бытовых вопросах. Да, хотя птицы не строят амбаров и не собирают запасов на зиму, но они трудятся целый день в поиске пропитания. Так и мы должны со своей стороны делать все, что можем, чтобы решать возникшие вопросы. Но все же, как много в этой жизни зависит от случая. А как раз этим случаем, как делился опытом наш сегодняшний гость и управляет Господь. Он дарует мудрость, посылает силы, хранит при разных обстоятельствах и направляет нужных людей в подходящее время. Иногда Бог даже солнце останавливает или реки перестает течь для того, чтобы дать успех тем, кто полагает свою надежду на него. Так пусть наша вера приводит к новым молитвенным опытам в нашей жизни. А вы как думаете? У нас есть очень хорошая традиция на нашей программе мы молимся за те нужды, которые люди присылают нам. Мы постоянно показываем их в начале программы, в конце программы. Люди обращаются с разными просьбами. Это и финансовые проблемы, с которыми сталкиваются. Это очень часто проблемы со здоровьем, которые возникают. Люди молятся о своих родных и близких, те, кто ушел от Бога или кто никак не может решиться стать на сторону Бога. Конечно же, мы не перестаем молиться из-за этих конфликтов военных, которые сейчас на территории Украины и в других уголках нашей земли. Поэтому мы бы очень хотели попросить, чтобы и ты в нашей программе попросил Бога за все те просьбы, с которыми люди обращаются к нам. Поэтому я приглашаю тебя в молитве. Дорогой наш Отец Небесный, мы ставим на твоих и благодарны тебе, Господи, за эту программу, где мы можем делиться своими молитвенными опытами. Благодарны тебе, Господи, за то, что у нас в стране сейчас мирное небо над головой и мы мирно можем к тебе, Господи, вызывать, молиться и просить о наших молитвных потребностях. Мы, Господи, понимаем, что сейчас в мире происходит много проблем, катаклизмов, войны. Господи, особенно в Украине сейчас война. Многие люди страдают. Мы просим тебя, чтобы, если твоя рука может это прекратить, Господи, и это угодно тебе, пускай, Господи, люди обретут покой. Также, Господи, на Востоке люди тоже гибнут. Господи, многие люди сейчас нуждаются в тебе. многие люди пишут свои молитвные просьбы. Господи, кто-то болеет, кто-то переживает трудные финансовые проблемы, кто-то, Господи, возможно, разочаровался в тебе и не видит никакого будущего. Господи, у каждого человека есть какая-то молитвная просьба. Мы просим тебя, чтобы все это услышал и ответил, Господи, к каждому, потому что ты любящий отец, ты, Господи, руководишь этим миром, и ты, Господи, надежда в этого мира. И мы всецело обращаемся к тебе, возлагаем на тебя свою просьбу и верим, что ты услышишь наши молитвы. Аминь. Аминь. Еще раз большое спасибо за то, что ты был гостем сегодня на нашей программе. Спасибо за эти удивительные опыты. Молимся, чтобы Бог и дальше вел тебя, чтобы таких опытов было больше, и они, как ты уже говорил, укрепляли веру многих людей. Слава Богу. Дорогие друзья, вам тоже хочу пожелать всего самого наилучшего вновь и вновь, чтобы Бог заботился, помогал вам решать те вопросы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Помните, молитва и дальше передвигает горы. До встречи в следующем эфире.